Всем привет, с вами Игорь. Сегодня видео будет о солнечной энергетике. Такое вот у нас сегодня небо почти чистое. Надеюсь будет так целый день. И наконец-то я почистил свои панельки. Вот, хочу вам показать, как я это сделал. Вылазил, вчера уже был плюс у нас. Первый день плюсовая температура и вот этот весь корж на панелях он уже как бы отклеился. Не растаял, там если бы так оставить, чтобы он сам растаял, то это было бы долго и нудно. Но он уже отклеился от панелей, так сказать, между коржом и самой панелью уже там такая водичка была. И я ее только немного подпихнул и все это слетело. Ну я правда ее так вот, этот коржи эти по границе панелей, там где-то по две панели разрубывал по рамке и по такие по две панели коржи эти спихивал. Они так классно слетали. Вот, поэтому у меня уже панельки чистые. Все работает. Сейчас пойдем посмотрим, сколько они сейчас выдают такую погодку. Пузя фу! Но сначала пойдем посмотрим коллекторы. Так, вот мы возле контроллера солнечного. Вот такой вот у меня контроллер. Я о нем еще наверно позже расскажу. как пользоваться панелями без ничего. Без инвертора, всяких контроллеров и аккумуляторов. Вот и сейчас у нас выдает массивчик. Ну оно немного туда-сюда прыгает, ну что такие перистые облачка есть. Ну вот тысячу уже две, две пятьсот, две четыреста, две семьсот, две восемьсот, две восемьсот почти. О, две восемьсот. Это у меня четырех киловаттный массив, уже две девятьсот. Три киловатта. У меня четырех киловаттный массив, кто первый раз может смотрит видео. Вот, вот сейчас он так работает. Ну, на улице примерно чуть выше нуля, там может один. 1-2 градуса тепла. Вот. Но с крыши капает уже, тает. Все тает. Вот. И так вот оно колеблется. Ну что я же говорю, такие облачка. Сейчас идем смотреть, что коллектор выдает. Вот мы возле терморегулятора солнечного коллектора. И сейчас он уже у нас дует тридцать девять и два. Ну и температура потихоньку растет. Ну, она будет расти и дальше. Потому что он как бы только включился и солнце, оно то чуть-чуть заходит, то выходит. И так же, как на солнечных панелях, оно, видимо, колеблется туда-сюда. Такое же, наверное, и на коллекторе. Вот. Отсюда вот дует у меня приятный теплый воздух с коллектора. Будем включаться еще позже. Примерно через каждый часик буду включаться и будем смотреть как работает коллектор, панельки на протяжении всего дня. Какую ж температуру мне больше максимальную нагонит в коллекторе. Ладненько. Все. До следующего включения. Так. Прошел час. Около часа. Сейчас 12 с лишним. По-моему, 12 часов 10 минут. Вот. Небо вообще такое стало чистое. Очистилось от этих облачков перистых. Вот. И коллектор работает. Ну, пузя. Не на полную мощность. Вот. Видно, да, по держателю, как сейчас светит солнце. Еще угол не прямой. Пойдем сейчас посмотрим, что он выдает. Так. Так. Что у нас тут сейчас? О! 63 градуса. И температура еще будет расти. Ну, где-то примерно пик. Часа в два, в три. Вот так вот пик. Потому что у меня юго-западное направление коллектора. От отсюда у нас дует такой приятный теплый воздух. Так. Сейчас пойдем посмотрим, что там панельки выдают. Так. Вот мы возле ваттметра. Что тут у нас? Сейчас. Где тут у нас мощность? Ага. Вот. Вторая строчка. 2000 Ватт. 2 киловатта. 228 Вольт. О! Так лучше. Понятней. Вот. Вот что сейчас они выдают. 2 киловатта. Ну, уже с 12 часов понемногу мощность будет падать. Ну, что у меня вот этот вот массив на крыше. Он направлен на юго-восток. Поэтому он с утра отлично работает. Прямо с утра уже выдает хорошую мощность. О! Но после обеда уже начинает падать. Но я эту проблему исправлю. Поставлю. Там трекер у меня есть. Кто не видел, смотрите. У меня есть плейлист. Солнечная электростанция. Вот. Трекер уже готовый. Панели уже есть. И еще 4 киловатта у меня будут смотреть на земле. Они уже будут стоять. Смотреть будут на юго-запад. Вот. Так что как бы. Мощность будет хорошая на протяжении всех суток. Я думаю, это даже хорошо, что так у меня получилось. Вот. Мне кажется, это оптимальный вариант для собственного пользования. Вот. Ну, для зеленого тарифа, может, я немного и теряю. Но это мы еще посмотрим потом. Будем экспериментировать. Смотреть. Как лучше. Какое поле будет больше выдавать. Поля будут одинаковые. В принципе. Еще один такой же метр поставлю на то поле. И будем сравнивать, какое направление лучше. Ну и все такое. Короче, еще будет много интересных видео у меня запланировано. Ладненько. Включимся еще через часик. Так. Прошел еще один часик. Сейчас около часу дня. О. Небо. Все еще чистое. Почти. Коллектор работает. И пойдем посмотрим, какая сейчас с него вылетает температура. Так. Что тут у нас показывает наш. Вот так вот. 72,7 градуса. И это еще, по-видимому, не все. Потому что еще только час дня. Еще до двух. Температура будет расти. А может быть даже и до пол третьего. Ну будем смотреть. Отсюда уже дует прям горячий воздух. Это уже не теплый. Так. Сейчас посмотрим, что там панельки выдают. Так. Вот мы возле ватметра. И панельки у нас сейчас выдают. О. Два киловатта. Все еще два киловатта. Да. Прекрасно сегодня. Такой денек классный. Вообще. Вижу, что такие солнечные дни мне даже отопление не нужно. Ну. В смысле не надо включать тепловой насос совсем. Вот. И сегодня. Если я его и включу. То где-то часов наверное аж 10-11. Вот. Ну что дом так довольно таки сильно нагретый. Вот. Панели два киловатта дают. Ну. Солнечный коллектор наверное больше дает. Я не знаю как посчитать. Но. Потом я. Есть у меня мысли как посчитать. Что он выдает. В киловаттах. Вот. Может кто-то тоже. Знает как это сделать. Хотя бы. Одновременную мощность. Там вообще. В принципе сколько выдает коллектор. Коллектор. То пишите в комментариях. Как посчитать. Ну. В смысле не счетчик. А хотя бы примерно знать. Что выдает коллектор в киловаттах. Ну так. На ощупь. То. Больше чем 2 киловатта. Больше. Ну. Это надо еще подумать. Как это посчитать. Ладненько. Включимся еще через часик. Так. Вот. Уже 2 часа дня. Солнце уже светит. Прямо на солнечный коллектор. Вот видно. Вот этой вот штукенции. Тень падает. Практически 90 градусов. И сейчас пойдем посмотрим. Что он у нас выдает. Так. Что тут у нас. Ого. 77,6 градусов. Это рекорд. Такой температуры я еще не наблюдал. Я вообще. Начинаю переживать. Чтобы там что-то не расплавилось. Это очень большая температура. Я уже даже снял отсюда колено. Вот это вот. У меня вот здесь стояло это коленце. Чтобы не создавать как бы сопротивление дополнительное. Все таки поворот. Вот. Он должен в принципе создавать сопротивление. Без него. Я думаю. Будет лучше. Да. Тут прямо такой реально горячий воздух уже идет. Вот. Хотя вылазил я наверх. Смотрел там. Ну. Мою теплоизоляцию. Вот этих труб. Там гофру. Я поставил от коллектора до этой канализационки. То теплоизоляция там поганенькая. Она довольно теплая. Утеплитель. И труба очень теплая. Потери там еще вот на этом переходе. Там сверху коллектора вниз. Ну примерно метра два. Надо еще лучше как то ее утеплять. Ну что потери там. Так. Сейчас посмотрим что там панельки дают у нас в два часа дня. Так. Что тут у нас панельки выдают сейчас? О. 1365 ватт. Еще. Еще работает. Ну солнце уже выше. Еще работает. Ладненько. Включимся еще через часик. Так. Прошел еще один часик. Уже сейчас три часа дня. Солнце уже понемногу начинает опускаться. Опускаться. Вот. И пойдем посмотрим что же сейчас выдает коллектор. Так. Вот мы возле термометра. 75 с половиной градусов. Ну уже понемногу начинает падать температура. Ну максимум что я видел сегодня это 77. Ну 77 градусов там с кеми то десятками. Ну округлим уже до 77. Это конечно рекорд. Рекорд температуры. Да. Воздух такой горячий отсюда дует. Нагрел он мне дом за сегодня. Вместе с панельками. Вот. Ну вообще наблюдения мои по коллектору. Коллектор солнечный работает я вам скажу в любом месяце зимы. И в ноябре и в декабре. Главное чтобы было солнце. Если солнечный день. То у меня в коллекторе там у меня есть видео. Кто первый раз может смотрит. То там тоже оно нагоняло до 70 градусов. Даже декабрьское самое такое. Малое солнце. Панели в декабре вообще работают. Не как можно сказать. Ноябрь декабрь. О. А коллектор если есть солнце. То он довольно таки хорошую нагоняет температуру. Так пойдем. Ну итоги еще по такому вспомогательному отоплению. Как солнечный коллектор воздушный. Я еще в конце отопительного сезона. Сделаю такой отдельный видосик. Подытожу работу за всю зиму его. Вот. И буду уже понемногу начинать искать вентилятор. Более мощный. И с хорошим давлением. Так посмотрим что там еще панельки у меня выдают. Так. Панельки. Уже совсем мало. 610 ватт. Вот так вот лучше. 610 ватт. Ну уже 3 часа дня. У меня направление не то. И не зимний угол совсем. И направление не то. Вот такая вот уже выработка упала. Ладненько. Включусь еще через часик. Посмотрим до скольки будет работать коллектор. Так. Вот уже 4 с лишним. Солнце уже понемногу движется на закат. Я уже даже и не вижу. Вон оно аж где. Но коллектор еще работает. Сейчас пойдем посмотрим что он выдает. Так. Смотрим. Вот еще 57 градусов. Таки выдает. Хорошо. Включусь еще позже. Наверное когда уже выключится коллектор. И так. Вот уже последнее включение. Солнце заходит уже видно. Я ее даже уже и не вижу. Там оно. Почти уже половина солнца зашло уже за горизонт. Но коллектор еще работает. Там еще 30 градусов. Непонятно откуда они там берутся. Может нагрелся сам коллектор то. Поэтому. Трошка что то там подогревает. Вот. Вот такое вот время он сегодня работал. Примерно часов 10 он включился. И до 5 вечера работал. Уже. Раньше он 4 где то выключался. Даже раньше. А теперь уже до 5 работает. Вот такая вот за сегодня у нас была работа солнечного коллектора. Ну мне понравилось конечно. Греет он хорошо. Только еще вентилятор поставлю побольше. И вообще будет классно. Ладненько. Всем пока. До следующих видео.